Всем привет, добро пожаловать на постройку Майнкрафт-механизмов. Сейчас я вам покажу механизм подъем блока на 4 блока. Да, это гениально. Я делал такой же механизм, только подъем на 3 блока, но это на 4 блока, и он компактнее в разы, как вы видите. И плюс этой схемы, она стакабельна, да. То есть вот она поднимает на 4 блока, вот она опускает на 4 блока. Всё это ультракомпактно, версия 1.9 у меня стоит. На 1.8 она тоже работает, а вот на версиях пониже я не уверен. Может быть ещё на 1.7 протестирую и отправлю во что? В комментах напишу, типа работает или как. Ну, в общем, давайте приступим к построению. Для построения нам понадобится всего ничего. Кстати, рядом буду строить, пожалуй, так. Раз, два, три блока ставим. И поднимаем тут на 7 блоков вверх. Ещё раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И через блок ставим платформы длиной в 2 блока. Их у вас должно получиться 4 штуки. Также ставим 4 красных повторителя. Да, редстоуновый повторитель, да. И 4 редстоуна, просто обычных. Второй повторитель снизу мы ставим с задержкой 2. Ну, в один клик 2, кому как удобнее. Также мы ставим тут 4 блока липких поршня. И блок, который нам надо, собственно говоря, поднимать. Далее мы ставим 4, то есть 3 у нас так, красных факела. И сверху них мы ставим 3 блока. Также мы тут ставим ещё сбоку 3 красных факела. И на них мы, собственно говоря, тоже ставим блоки. Ставим 1, 2, 3 блока вот так. И ещё 3 кусочка редстоуна. Да, вот тут. Возвращаемся к нижнему нашему повторителю. Ставим тут блок. Ставим повторитель с задержкой на 3. Тут мы ставим вот так вот блок. Кусочек редстоуна, красный факел. И сверху блок. И ждём, пока сработает схема. Схема сработала. Сверху мы ставим ещё один блок. На него кусочек редстоуна. Тут мы ставим ещё один блок. И повторитель с задержкой на 3. Ставим липкий поршень. Сверху ставим блок. Да, этот нам не нужен. И вот тут, вот тут, как угодно хотите, подключайте. То есть любой из этих блоков будет работать. Вон там у меня стоит вот этот вот блок. Давайте пробуем нижний. Видите, работает. Схему придумал не я, разумеется. На русском сегменте никто до этого бы не смог додуматься. Но зато американские редстоунеры додумались. Молодцы. Причём один человек. Умные чертяги. Не то, что мы. На самом деле в русском сегменте очень мало нормальных редстоунеров. Ну только, наверное, РА. И то он там с блоками командными делает что-то. Ну я не уважаю командные блоки. Я люблю вот такие вот поршневые механизмы. Я такой... Ну что ж, ребята, я говорил, что схема стакабельная. Давайте подключать... Давайте подключим ещё раз, два, три, четыре поршни, чтобы у нас было пять блоков. Диджей, битмейкер. Эй, уличный денсер. Шейкер, шейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Вот, в общем-то, и всё, ребят. В принципе, на этом схема готова. Давайте-ка включим. Вот уровень пола наш будет, например, да. Так, сейчас мы застроим это всё. Ну по-быстренькому так надо будет всё сделать. Так, давайте-ка раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот сделаем. То есть, вот у нас пять блоков есть. Мы... Да. Вот она нас опускает на... Пять. На четыре блока, то есть, да. Ну и тут, в принципе, можно достроить что-то. И вот. И такие вы нажимаете на рычаг. Вот поднимается ваша дверь. Никто не видит её. Вообще беспалевно всё. И тут покебаться. Раз, два, три, четыре блока. Опускается и чёткая схема. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Лайк за такую компактную схему, которую я украл у редстоунера американского. У зарубежного, точнее, можно так сказать. Потому что в России никто бы до этого не додумался. Ну что ж, всем удачи. Всем пока. Тут темнеет так чётко.